В Рязани выполнили минимум, установленный для спортивных соревнований по воздухоплавательному спорту Международной авиационной федерации. Три задания в двух отдельных полетах считаются достаточными для того, чтобы признать соревнования на тепловых аэростатах любого уровня состоявшимися. Пилоты тепловых аэростатов сделали девять заданий в двух отдельных полетах. В спортивной программе осталось пять спортивных полетов и один резервный. Однако уже сейчас можно сказать, что соревнования состоялись. Напомним, в Рязани соревнования проводятся и с логерами, и с измерительными командами, и со спортивными наблюдателями. Кроме того, для пилотов придумали два новых задания – наименьшее время и наибольшее время. Пилоты будут стремиться пролететь специально обозначенную спортивным директором зачетную зону за наименьшее или за наибольшее время. Это для всех будет как бы, ну, та приятная неожиданность, которую они за ночь придумают под утренний полет или в течение дня под вечерний полет. Об этом никто не знает. Знает только Его Величество ветер, и они под ветер будут планировать, чтобы пилоты после полета пришли в бурный восторг и сказали, ну, такого полета в моей жизни не было. В Рязань за рейтингом приехали сильнейшие спортсмены России, в том числе лидер текущего национального рейтинга пилотов тепловых аэростатов Сергей Латыпов, рекордсмен мира по продолжительности полета на тепловом аэростате Иван Миняйло и трехкратный чемпион России Сергей Виноградов. Соревнования продлятся до 19 августа. Именно в этот день будет объявлен обладатель очередного 11-го Кубка России по воздухоплавательному спорту и победитель региональных соревнований за Кубок Рязанской области. Продолжение следует... Продолжение следует...